Да, шоколадный. Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. Дмитрий Кучковский сегодня у нас в гостях. Это мой фейсбук-друг, фейсбук-товарищ. И как получается, в последнее время он еще и не сотрудник, а как? Ну, сооснователь. Он сооснователь такого полтавского лихтаря и уже и журналистикой занимаешься. Получается, да. Дима у нас переселенец. Он приехал из не так и далекого, но украинского города. Из Луганской самого? Ну, с Сан-Троцита выехали. А, с Сан-Троцита. Ну, все равно. Дим, раньше журналистикой занимались? Нет, конечно. Я занимался всю жизнь до этого, ну, до болезни. Вообще просто продажей компьютеров, настройкой там, программного обеспечения такое. Ну, как заболел, мне ездить было некогда практически все время на диване там. Ну, и пришлось заняться созданием сайтов. А давно? Ну, 2011 года. То есть, в принципе, уже это сайт, именно фонарь с 2019 года? Нет, фонарь с полгода. Просто я, ну, занимался продажей там сайтов. Вот, сделал магазины там, интернет небольшие такие там. Туристические агентства там были вначале. Потом блогеры там, стоматологии, хостелы. Ну, их много просто сейчас все. А зачем свой сайт? Вот, ну, что ты вам дает? Ну, я же их просто продавал людям. Ну, люди зачем их создавали? Ну, как говорил Билл Гетц, что если у вас нет в интернете, значит, вы не существуете. Ну, в последнее время это так и есть, потому что, если посмотреть покупки техники, то розетка, так же, мобилак, там, ну, и остальные занимают больше рынка, чем любой, какой есть. То есть, диван на хвостку у нас больше, чем по большей степени реально? Ну, и Алиэкспресс, куда же от него денешься. А какие вот самые-самые-самые, вот, может быть, знаменитые сайты? Нет, знаменитые сайты от ваших рынков. Я же сам, знаменитые сайты делают компаниями. Ну, а может быть, что-то раскрутилось как-то так? Ну, было локально знаменитый, как бы, получается, для города со статистичным населением. Сайт Турсичного Хенска, который я делал, была высокая посещаемость. И был интересный случай, что в Донецке открылась аквапарк Акмосфера. Ну, он был лучший в Украине на тот момент, во всяком случае. И когда они только открыли свой сайт, я взял оттуда информацию и выложил на своем. У нас уже все-таки был раскрученный сайт. И, получается, все посетители, которые искали аквапарк Акмосферу, заходили на сайт турагентства. И нам писали, там не работает одна горка, там, ну, все эти. Я отсылал эти, ну, менеджера там, женщин, сейчас не вспомню, кто. И она потом нам писала, измените цену на сакция, там, ну, уже, как бы. То есть она уже начала пользоваться вашим сайтом в своих целях. Что они уже просто, ну, и в поисковике выдавали меньше, чем. Ну, так же получилось потом с Ялта Интурист. То же самое у нас, она хозяйка была из Москвы. Ну, скорее всего, что она была уже куплена Ялта Интуристом. В то время, потому что она позвонила с московского номера и попросила разместить там акции. И мы увидели, что заходов на наш сайт больше всего от вас, с Украины. А как давно вы переехали в Полтаву? Почти три года уже. Почти три года. То есть, когда события пошли, вы вам пришли. Ну, да, да. Вы занимались, получается, и в Луганске, да, в принципе, тем же делом. Да. Работа та, которая не имеет важности, где вы находитесь. Вы можете создать, в принципе, независимо. В принципе, да, но все равно, как бы, если ты не знаешь никого людей, то трудно заняться просто фрилансерство. Но низкие цены на фрилансера ниже цена, чем если при встрече привычной. А если работать с зарубежными партнерами? Ну, для зарубежных я учил французский язык всю жизнь. Так вот замечательно. Писать французов. Французам пишите какие-то романтические, красивые сайты. Да. Не, лав.ком. Ну, на самом деле, это интересная работа. Ну, я, как в свое время, когда-то, ну, зарабатывалось достаточно, поэтому можно было себе позволить заниматься чем-то, что тебе очень нравится. Творчество. Да. Вот мне нравилось туристическое агентство, я вообще люблю путешествовать. И меня там, они просили сделать какие-то фотографии, куда-то поехать с экскурсиями. Я еще и мог позволить себе покататься. И много вы ездили по странам, вот это интересно. Ну, в Турцию, Египет это по странам, но я сам ездил. А так, именно по Украине много где было. Ну, вот Светогорских пещер, которые сейчас там, ну, тут мало как бы у нас, да, но это очень интересный комплекс пещерный. Там есть еще дальние пещеры. И в свое время там ребята купили американский, это типа плот, катер, он именно плоский. И возили туда экскурсии на дальние пещеры, добраться туда по-другому некуда. И ты туда приезжаешь, а там полностью эта вся гора, ну, вот слой, ну, миллиметр, слой земли, а то все мелко. Тут так просто ногой вступаешь, под ногой всыпается белое все такое. То есть вы, в принципе, путешествовали, может, сюда только по краю? Не, ну, да. Ну, Египет-Турция это у нас стандартный. Да, да. Просто местах делали. Ну, в России тоже был, конечно. У меня тетка живет в Петербурге, в свое время я в Петере был, конечно. А в Луганской области остались друзья, родственники? Да. Поддерживаете с ними какой-то? Ну, там мама, конечно. Мама там вас, да? Поддерживаю. Как они живут там? Ну, лучше бы там все закрылось. И мое личное мнение, границу сделать, успокоиться, потому что я против того, чтобы люди погибали, а мы там их кормили. Поэтому моя мама. Ну, так и есть. Ну, немного о политике. А как вы относитесь к тому, что заблокирована железная дорога? Лично ваше мнение? Ну, для меня это не блокада. Или все блокируем, или ничего. Просто я не понимаю. Это полумера, да? Мы оплачиваем пенсии. Я понимаю, там людям тяжело, да. Ну, тогда, значит, либо этим людям надо предоставить что-то здесь, и они должны выехать. Либо мы не платим пенсии, иначе все эти деньги уходят в Россию. Мы же товарная-то блокада есть, где-то они покупают продукты. В России. Покупаются в России, не платятся никаких налогов в Украине, а мы блокаду одному углю, там, или еще чему-то. А как вы приняли решение, что именно в Полтаву приехали? О, я был здесь в 86-м году первый раз. У меня брат служил здесь, институт связи. Тогда была воинская часть, наверное, когда-то там. И я приехал, мне очень понравился город. Люди такие, ну, лучше более, чем сейчас, отзывчивее. Мы, я, ну, так усложилось. Это, кстати, потом, где-то с 2009, да не, раньше моя дочка пошла в садик, 2004 года. Началось наоборот, вот, я не знаю, как по всему Донбассу, вот в моем городе украинский стал престижным. Ну, садик украинский забитый. Шкала у кчистого места забита. Да, ну, это потом в один момент, так что-то охладь, все там изменилось. А я, нет, ну, не знал я украинского языка нормально. И приезжал в Полтаву, надпись «ПРУКАРНЯ». И у меня щелкало, пельменное, поем. Захожу, встрюмался, не туда. Говорю, а на что вы хотели ехать? Да покушать. И женщина вышла, ну, она там ожидала. И меня проводила, я не помню уже точно, но это где-то было, переду был Радой где-то. Там, в том районе. Я помню выступать, мы в кинотеатр ходили, что заходишь, поднимаешься на второй этаж, купил булет, поднимаешься на второй этаж, переходишь по переходу, и там. Было, да. И кофейня маленькая была, но, походу, что вот возле Театра Гоголя. Когда вы же не раз поездили в Луганскую область? Три года назад я там. Вы не раз уже за это время по-за ней ездили? Не, не было, да. Ну, мне туда и сложно, наверное, было попасть. А почему сложно? Ну, так служилось. Учу не говорить. Угу. У меня там первого числа, 8 мая, да, мои друзей расстреляли семью. С детём, но ребёнок остался жив, дочка. Потом второго друга убили. А почему мотив? Деньги, ну, какой мотив? Ну, те, кто делают деньги. Это в газетах все подписали, два чёрно-красных джипа. На самом деле они красно-белые, о, чёрно-белые, но... А, стоп, это в самом начале у там была история. Это ваши друзья? Ну, не то, что близкие, но друзья там, да. С ними незадолго до этого встречались, никто ничего не собирался. Ну, у него была своя, как шахта небольшая, там, ну, там, какой-то доход она приносила. Ну, не маленький шут, конечно, ну, не миллион в день, там. И вот так вот, что-то случилось, что он ночью решил выехать. Он был охотник, ружьё у него было, ну, он пытался отстреливаться там. Я помню, это здесь было. Дочке прострелили голову, ну, она живая осталась девочка, ну... А судьба этой девочки сейчас? Ну, я сейчас не знаю, а когда уезжала, у нас с бабушкой была и говорила там, что мама сразу умерла, а папа, ну, у него 29, по-моему, полевых хранений, ну, скончался от того, что убили транспорт. Ну, это экспертиза, да, определила. Она говорила, что папа кричал, не стреляйте, у меня там дочка. Ну, всё, что напомню. Ну, ей 9-10 лет она была там. Скажите, и сейчас вы занимаетесь параллельно в той или иной форме журналистикой. Доставляет ли вам это удовольствие, какую-то финансовую страну в России? Финансовую нет. Ну, в общем, мы не зарабатываем. Изначально, как и планировалось, что это будет для людей. Любой полтавец сможет там развести... Социальные проекты. Да, социальные проекты. То есть, каждый желающий может написать? Да, у нас есть там... Мы обращались сначала, что всё равно никто же не знает, поэтому обращались в Дедюхин у нас знаменитый. Да, да, да. Саша Бубырь. Ну, и там, некоторые там... Кто-то, помнится, написал в Фейсбуке просьбой, ну, из фейсбучных друзей, что вот нашёл котят там, подбросили. Я двух забрал, ну, может, кто-то пристроит, мне больше некуда там. Ну, и я говорю, да без проблем, фотки выложите, ну, почему нет? Это проект, чтобы помочь как-то... Не было заказухи какой-то такой, чтобы заказная статья там выпустил. Все рады, счастливы на этом есть, но... А скажите, вчера вот был День влюблённых. Что дарили, если вторая половинка? Ну, я не воспринимаю этот праздник. Ну, как бы просто по той причине, получается, я вообще бунтар в душе. Поэтому даже при коммунизме мне очень не нравился. Мне в характеристике записали... Тогда были пионеры, я был пионером. Написали, с своей обязанностью политинформата справлялся на отлично, политически нестабилен. Когда читали в институте эту характеристику, все просто смеялись. Ну, и так же здесь. Ну, так, что получается, я, ну, к примеру, да, тут я там люблю своего человека, свою жену. И 14-го я ей подарю, а 15-го я уже её не люблю и не подарю. Ты чего? Дарите 15-го. Ну, зачем 14-го? Просто 14-го сделайте более... Ну, это же день католический, православный. Я православный, я не католик. Кстати, в Пакистане запретили этот праздник. Ну, его и... Потому что, ну, поверят там, по ихней, всё противит. День тусовых порт. Позавчера буквально я это слышал по телевидению. В Пакистане этот праздник, ну, официально запрещен. Ну, тот, кому нравится там про себя празднуют, а официально нет. Ну, и вчера был неофициальный день всё-таки моего праздника, день компьютерщика. А, ну да, поздравляю. Спасибо. А вам всё равно желаем любви, в принципе, большой, сильной и чистой. Поздравляйте своих любимых каждый день. Каждый. Ну, лично на моём мысле можно, в принципе, на какие-то праздники любые себе сделать отдельный праздник. Придумайте вот в голове и сделайте. И именно в этот день дарите, не знаю, там, по печеньке, к примеру. Да? Сегодня Франсуа, опять нам сегодня по печеньке. Валентинки. Да, Валентинки. Валентиновые печеньки. Ну что, всем доброго утра, хорошего настроения, удачного дня. Ну, ждём наших репортажей. Кстати, сегодня анонсирована там демонстрация. Я уже там был, полиция уже на месте, уже ждут. Ну всё, всем удачи. Доброго утра. Доброго утра. Пока-пока. И с потеплением.